Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Жителям Югры рекомендуют вспомнить о ношении масок в помещениях, общественном транспорте и такси. Работодатели просят вернуться к обеспечению санитарных правил на своих предприятиях, использовать антисептики, средства защиты и обеспечить социальную дистанцию. В больницах вновь откроются отдельные блоки для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Такие рекомендации были озвучены в новом постановлении губернатора Югры. Меры приняты для предотвращения распространения COVID-19 в период роста заболеваемости. В столице Югры прошел ряд праздничных мероприятий в честь грядущего дня работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году программа приурочена к 110-летию со дня рождения выдающегося нефтяника и государственного деятеля Виктора Муравленко. В Хантамансийске в Музее геологии нефти и газа мемориал «Звезда славы» был дополнен именами заслуженных работников отрасли Евграфия Теплякова и Юрия Шафранника. Почетным гостем мероприятия стал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он также поучаствовал в заседании по вопросам импортозамещения. Завершилась праздничная программа награждением победителей и призеров ежегодного промышленного конкурса «Черное золото Югры». В 42 года со дня основания поселка отпраздновали в Солнечном на площади, где проходил праздничный концерт, собрались сотни местных жителей и гостей из соседних населенных пунктов. История сельского поселения началась в 1980 году со строительства трех сборных счетовых домов, учебного комбината и столовой. Тогда жителей насчитывалось не больше 200. Сегодня солнечный, современный и комфортный поселок Сургутского района, который населяет около 13 тысяч югорчан. За последние пять лет там появилось много социальных объектов, почти готова школа на 1100 мест, введен новый детский садик в Центр единоборств. Во время поздравления местных жителей глава муниципалитета Андрей Трубецкой объявил о скором старте строительства культурно-досугового центра. Поселок строится, развивается, много новых объектов появляется. Вот чего нет, это культурно-досугового центра. Ну так получилось, без подарков не приезжают на день рождения. Неделю назад объявили аукцион на строительство культурно-досугового центра. Деньги заложены, 150 миллионов рублей в бюджете района. Надеюсь, аукцион состоится, и застройщик будет нормальный. И через год будем праздновать уже с новым культурно-досуговым центром в сельском поселении Солнечный. Житель Солнечного проводит уникальные экскурсии для детей. Алексей Бочкарев организовал около многоэтажки на улице Зои Космодемьянской 2 стилизованную пасеку. Всего на ней 5 ульев, 3 из которых настоящие. Пчел там, конечно, нет, но увидеть жизнь насекомых, как говорится, изнутри, гости выставочного участка смогут. То, что мы здесь создали, вот эту пасеку, да, это мы все с соседями делали. И деньгами скидывались, и как бы планировка, все вот это, все вместе. И дети помогали здесь ее ставить, забор строить, там, поля забивать. Алексей сам занимается пчеловодством и знает все подноготную. По его словам, такие экскурсии полезны в первую очередь тем, что открывают для детей необыкновенный мир пчел. А во-вторых, приносят определенную пользу. Ребята могут попробовать результаты труда насекомых на вкус и продегустировать мед. Рюкзаки, карандаши и тетрадки, благотворительный фонд «Траектория надежды» поддерживают многодетные и малообеспеченные семьи. Организация присоединилась к акции «Собери ребенка в школу». Ее суть в том, что неравнодушные жители и организации могут передать в фонд канцелярские принадлежности и портфели. Собранные наборы школьников подарят семьям, которые оказались в непростой жизненной ситуации и нуждаются в поддержке. Сделать свой вклад в акцию еще можно. Для этого нужно принести рюкзаки, ручки или тетрадки в офис благотворительного фонда по адресу Университетская, 11. Когда в многодетной семье три и более детей одномоментно идут в школу, некоторые в первый класс, некоторые в старшие классы, но тем не менее и рюкзаки нуждаются в замене, то это финансово бывает очень сложно для семьи. Поэтому эта акция необходима. Можно ли купить автомобиль мечты в наше время? Можно. А теперь о том, как это сделать. Приезжайте в офис Автодеск на Монтажную 6. Выбирайте автомобиль на одном из аукционов США или новый в Арабских Эмиратах. Заключайте договор и очень скоро ваша мечта осуществится. Автодеск, автомобили с аукционов Америки и новые автомобили из Арабских Эмиратов. Подробности у наших менеджеров. Если вы поклонник невероятных пейзажей города, если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамерой в руках, если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс на Сайме. На Сайме буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться, созерцая окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Мировые звезды в Югре. 12 сентября в 19 часов на сцене Сургутской филармонии. Заслуженный артист России, обладатель премии Грэмми Ильдар Абдразаков, а также известные оперные исполнители и молодые таланты. Музыкальное сопровождение, симфонический оркестр под управлением Константина Чудовского, главного дирижера театра Урал-Опера-балет и Государственного Кремлевского оркестра. Билеты онлайн на сайте югроклассик.ру. 12+. 7 важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Остальное видеонаблюдение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова